Всем привет! Меня зовут Вика и уже начался сентябрь. А это значит, что практически все мы сейчас пошли на учебу в школы, лицеи, училища, университеты, институты и тому прочее. И всем нам сейчас очень сложно сконцентрироваться и начать учиться. Реально это очень сложно, потому что все мы сейчас в мыслях о лете, о том, чтобы пойти в обряд с друзьями, о всем, чем только можно, кроме учебы. Поэтому в этом видео я вам расскажу некоторые свои такие способы, лайфхаки, решения, советы, как сконцентрироваться на учебе и все-таки начать учиться. Так что, если тебе интересно, оставайся со мной. И первая штука, которая тебе поможет сконцентрироваться на учебе, господи, это тяжело. И начать учиться это стикеры. Серьезно, это реальная тема. Ты расклеиваешь эти стикеры там, где ты ходишь чаще всего, в квартире или в доме, или где ты там живешь. Записываешь туда формулы или какие-то важные даты. И когда ты ходишь постоянно по квартире или дому, ты смотришь на эти стикеры и автоматически израбатывает твоя зрительная память. Ты запоминаешь эти формулы и важные даты. Это очень удобно. И реально это очень помогает, особенно тем ребятам, у которых в этом году экзамен. Поскольку я тоже живой человек, и я понимаю, что выключить телефон во время делания домашнего задания, это просто что-то нереальное. Поэтому, во-первых, что я тебе посоветую, это убери телефон с поля своего зрения. Когда ты его не будешь видеть, у тебя будет меньше желания зайти в ВКонтакте, в Инстаграм, на Ютубчик, повтыкать в телефоне, посерфить в интернете и тому подобное. Во-вторых, выключать звук на телефоне. Ну а в-третьих, это, конечно же, в идеале, включая режим не беспокоить. Ну а следующее, что я хочу тебе посоветовать, это тренируй свою силу воли. Например, если ты сладкоедка, то скажи себе нет, скажи, что я не съем эту вкусную шоколадскую конфету или еще что-нибудь прочее, пока не сделаю эту домашку. Если ты, я не знаю, очень сильно любишь читать книги, скажи себе, я не буду читать эту книгу, пока не сделаю уроки и что-либо подобное. Серьезно, тренируйте силу воли, она вам очень сильно поможет в будущем. Я не буду, пока не сделаю. Еще один очень важный аспект, как начать учиться и сконцентрироваться на учебе, это музыка. Серьезно, включайте музыку, когда вы делаете уроки, а лучше создайте свой школьный плейлист, под который вы будете делать домашние задания. Там музыка, которая будет вас и успокаивать, и которая вам нравится. Такую музыку можно подобрать буквально в любых стилях, как в рок, так и в поп, так и в рэп, совершенно в разных направлениях. Это очень удобно и круто, и я просто обожаю делать уроки под музыку. И как говорят некоторые мои знакомые, то когда они делают уроки под определенную музыку и потом переслушивают ее, допустим, ездя на учебу, то они вспоминают, что они учили, слушая эту музыку. Не знаю, может быть это было заумно, но это работает, постарайтесь слушаться в эти слова. И следующее, что я вам хочу тебе посоветовать, это серьезно, делай яркую канцелярию. Когда ты смотришь на свои яркие карандашики, ручки, блокнотики, тетрадки, это поднимает настроение, и учиться хочется хоть копилюшечку, но сильнее, чем обычно. Кстати, можешь перейти по ссылке в описании и посмотреть мои видео DIY на яркую канцелярию, они получились очень даже неплохими, так что, надеюсь, тебе понравятся. И последнее на сегодня, что я хочу тебе посоветовать, это сделать свою доску целей. Если ты в этом семестре хочешь как-то лучше свои оценки, поучаствовать в Олимпиаде или еще что-нибудь подобное, напиши это, сделай свою красивую, классную доску целей. Кстати, если ты хочешь видео DIY про доску целей, как я ее делаю, то напиши обязательно внизу в комментариях и поставь палец вверх под этим видео. И да, вернемся к доске целей. Когда ты делаешь что-то, что доску ты вешаешь где-то перед собой, когда ты ее постоянно видишь, это тебя мотивирует, и ты сильнее хочешь сделать что-то, и ты это делаешь, ты быстрее добиваешься своей цели, следовательно, если твоей целью является хорошо сдать этот семестр и в дальнейшем год, то ты гораздо лучше начнешь учиться, начнешь добиваться этого и все будет круто. Ну что ж, я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео, поэтому поставь палец вверх, подпишись на мой канал, напиши внизу в комментариях, какой особенный DIY от меня ждешь, допустим, это из мультика Adventure Time, или Гарри Поттер, или еще что-нибудь интересное, в общем, напиши внизу в комментариях, я буду ждать. Люблю вас всех, сияйте, увидимся в следующем видео, пока! Субтитры сделал DimaTorzok